60 тысяч рублей жители города отсудили у саратовских авиалиний. У двух семейных пар в дни зимних каникул сорвался отпуск. В одном случае рейс задержали на 5 часов, в другом наоборот. Самолет вылетел раньше указанного в билетах времени на 10 часов. Восстановить справедливость и вернуть понесенные убытки жители решили через суд. Подробнее в нашем материале. На заседании суда представители саратовских авиалиний и семья Веденеевых, для которых дорога из Праги в Саратов оказалась непростой и в материальном, и в моральном смыслах. Понесенные убытки истцы оценили в 200 тысяч рублей. Исковые требования Веденеева Владимира Николаевича, Веденеева Вольга Ивановна, Коао, Саратские авиалинии, взыскание суммы, оплаченные за услуги, убытки, неустойки, компенсации морального вреда удовлетворить частично. В удовлетворении остальной части исковых требований Веденеева Владимира Николаевича, Веденеева Ольга Ивановна, Коао, Саратские авиалинии, взыскание денежных средств отказать. В решении может быть обжалован Саратский областной суд через заводской районный суд в течение месяца. Суд оценил ущерб Владимира Николаевича в 47 тысяч рублей. Но мужчина уверен, что сумма, заявленная им в исковом заявлении, небольшая по сравнению с тем, что им супруга пришлось пережить. Приехав в аэропорт Праги, семейная пара рейса на Саратов на табло не увидела. Когда мужчина забил тревогу и позвонил в Саравию, то узнал, что расписание изменилось, и самолет Саратов вылетел на 10 часов раньше. А ближайший рейс в родной город из Праги и вовсе через неделю. Чтобы улететь домой хотя бы с пересадкой, мужчине пришлось влезть в долги. Благодаря тому, что у меня была кредитная карточка на 150 тысяч Сбербанка, мне, как говорится, навязали кредитную карточку. Я ее просто для страховки взял с собой. Я не думал, что я ее использую, но для страховки имел ее у себя в кармане. И она мне помогла. Саратовские авиалинии своей вины в произошедшем не видят. Представитель перевозчика утверждает, что перелет из Праги осуществляла чешская компания, а не они. Соответственно, исковые требования к ним никакого отношения не имеют. Саратовские авиалинии просрочку оказания услуги не допускали. Таким образом, считаю, требования взыскания неустойки за просрочку оказания услуги необоснованной. Также хотела бы сказать, что Саратовские авиалинии не допускали просрочку и в сроке ответа на претензию. Так как правилами перевозки пассажиров багажа и груз предусмотрен трехмесячный срок ответа на претензию. Таким образом, исковые требования о неустойке взыскания за просрочку выполнения требований также являются необоснованными. Поплатился региональный монополист и за испорченный отпуск Бориса Плохотенко. В Саратовском аэропорту он с супругой провел 4,5 часа. В назначенное время их самолет не смог вылететь из Саратова в Москву. Там, в аэропорту Домодедово, мужчина должен был пересесть на рейс до Тель-Авива. Но из-за многочасового ожидания замены воздушного судна семейная пара опоздала на самолет в Израиль. Мы прибыли заранее. Все прошло как бы без запинки. Сели в самолет в Эмбраер. И тут началось. Вдруг поглаз освещение. Опять загорелось. 6 часов, 6.10, 6.15 время взлета. 6.30, 7. 7.15 нас вывели с самолета. Привели в здание аэробокзала. И информации особенно не было. Рейс откладывался до 8 часов, до 9. В Сараве в помощи Борису Плохотенко отказали. Мужчине на собственные средства пришлось покупать билет до Тель-Авива на другой рейс. А также за свой счет добираться на такси до другого аэропорта. Я обращаюсь к саратовским авелениям. Это ваши проблемы. Но я же не по своей вине опоздал. Это ваши проблемы. Какой выход? Лететь с самолетом трансаэра, но из другого аэропорта. Аэропорт у Бнукова. То, что надо добраться, это само собой. Нужно еще раз заплатить за билеты. Это само собой. Когда я прилетел на место, то понял, что виновник должен ущерб возместить. Все эти траты мужчина просто так не оставил. Он обратился в Росавиацию с просьбой принять меры к нерадивому перевозчику. После этого Сараве удовлетворил претензию Бориса Плохотенко и возместил мужчине нанесенный ущерб. 12 тысяч рублей. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.